Россия это островок спокойствия. Помню, так говорил Медведев, когда был предыдущий кризис, по-моему это было в 2008 году. И почему я вспомнил? Ну сейчас не секрет, что мы находимся в кризисе, и вдруг мне вспомнились эти слова. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, мы сейчас находимся в кризисе, и есть волатильность. И смотрите, я ждал на прошлой неделе, что индекс РТС упадет, он не падал, не падал, закрылась стратегия по опционам, и потом индекс РТС, ну так, опустился. И на 4-х часовом графике видно, что он ушел там в боковичок, я жду роста. И новую стратегию я построил так, что, ну в общем сказать, индекс РТС не должен опуститься ниже, чем 110 тысяч, но скорее подпрыгнет, ну не больше, чем до 115 тысяч, и я ждал этого. И я ждал. Но не подпрыгивает и не подпрыгивает, не подпрыгивает и не подпрыгивает. Я смотрю, почему я ждал, что индекс РТС вырастет. Ну, во-первых, с нефтью вроде все неплохо, с санкциями тоже все неплохо, то есть их практически нет. А выборы в Америке, и Трамп когда-то сказал, что, попомните мое слово, значит, к моменту выборов индекс S&P 500 будет на максимуме. И, ну, он там опускается, а потом Трамп его каким-то чудом поднимает. Я думаю, ну, напечатает он доллар или еще что-нибудь такое придумает. И жду. И наступает пятница. И ничего не происходит. А у меня настроено так, что если вырастет, если, так сказать, индекс РТС пойдет в рост, то я, в общем-то, мои доходы улетают в космос. Не улетают они в космос. И уже в пятницу вечером, я думаю, перед закрытием Адайка, я все-таки немножечко подстрахуюсь и немножечко сбавил темпы. То есть я, ну, в два раза уменьшил дельту, грубо говоря. Вот. И на выходных я занимался там другими делами со всем, там, ремонтом. В одном чате читаю. Что перед закрытием, в пятницу, уже когда московская биржа была закрыта, индекс S&P грохнулся вообще. И что ожидаем в понедельник, чуть ли черный понедельник. Там идет обсуждение, будет ли черный понедельник или не будет и так далее. Я так смотрю, думаю, блин, а что там случилось-то вообще? Захожу на сайт TradingView. Последнее время он вообще шикарно работает. Вот. И посмотрите, вот он. Пятница вечером, перед закрытием, за час до закрытия биржи в Нью-Йорке, индекс S&P 500 грохается аж на процент. Вот. В связи с этим обсуждают. А я-то жду роста. Вот. И, ну, жду понедельника. Думаю, ну все, в понедельник будет обвал, надо срочно там... Там ничего страшного для меня не происходит. Да, вот посмотрите, это график 30-минутный таймфрейм. То есть, в принципе, вот он. Предыдущее падение было резкое достаточно. Когда было? Что характерно, на момент закрытия экспирации 7-го числа было резкое падение индекса S&P 500. Потом восстановление практически V-образное. И дальше рост. Дальше рост. Здесь, ну, так сказать, поколебался немножечко. Ну вот, опустился. Дальше я жду. Вот такой же вот рост я ждал. Что происходит дальше? Ну, я смотрю, думаю, ну, если посмотреть в другом масштабе, например, в 4-х часовом, да, то, в принципе, вот это падение, оно не такое уж и большое. Ну, я вам сейчас покажу его. Да, вот оно. Вот. Что произошло в понедельник? А, нет, вот. Вот это вот падение. Вот оно, в пятницу. Что произошло в понедельник? Он немножечко упал, потом поднялся, потом снова упал. То есть, индекс S&P 500 вот так вот колбасит, как со страшной силой. Значит, что происходит с нефтью? А, ну, с нефтью тоже колбасит, но не так страшно. Но не так страшно. А что происходит с индексом РТС? А он спокойный, как удав. Посмотрите, вот оно, вот, 19-е число, это понедельник. Индекс S&P 500 колбасило аж на процент, а здесь 0,2%. Вы посмотрите только на это. Вы только посмотрите на это. Он как удав. Вот вообще ни о чем. То есть, вот он падал. Вот, смотрите, вот здесь вот я нарисовал треугольник, да. И я говорил, что из треугольника выход достаточно резкий. Либо вверх, либо вниз. Ну, как мне подсказали, примерно на диапазон изменения вот этого треугольника. То есть, вот такой вот диапазон должен упасть. Вот он примерно так и упал. А дальше, так сказать, ну, дальше боковичок. Ну, боковичок-то сужающийся. И сейчас снова такой же треугольничек. Куда он пойдет? Черт его знает. Ну, а что сделал я со своей стратегией? Я напомню, что она была направлена очень жестко вверх. Так, и в понедельник, ну, как говорят русские, что бы ни начали делать, у них всегда получается автомат Калашникова. Так же и у меня. Скукотища полная, я вам скажу тоже. Вот, посмотрите. Вот он, индекс РТС. Спокойный, как удав. И мой автомат Калашникова, вот он. Это кондор. Это мой любимый кондор. Вот он, значит, здесь диапазон от 110 тысяч до 115 тысяч. Вот он, видите, да, диапазон. Вот он. Здесь обозначен от 110 тысяч до 115 тысяч. Если индекс РТС останется в этом диапазоне, вот в этом диапазоне, к моменту экспирации в четверг в 19 часов, то я гарантированно получу примерно еще, ну, вот здесь вот написано, сколько сейчас. 12 тысяч рублей прибыли к тому, что у меня есть. А есть у меня сейчас 162, ну, есть что-то. Вот, то есть, короче говоря, я получу какую-то прибыль. Ну, на самом деле, вчера это была сумма 17 тысяч. Я думаю, что она сейчас просто не рабочее время. Она в рабочее время устаканится, и все придет в норму. То есть, будет здесь 17 тысяч рублей. Что такое 17 тысяч рублей от 160 тысяч? Ну, это 10%. Это 10% плюс. Вот, и, опять же, вчера прошел ровно месяц с того момента, как я вступил в драку на конкурсе «Лучший частный инвестор» на московской бирже. Давайте посмотрим результат, который я получил за месяц. Вот он мой результат. Ну, поскромнее, чем был, конечно. Ну, неплохой, в принципе, результат. Доход 44% за месяц. 44% за месяц доход. Ну, неплохой доход. Я нахожусь на 31-м месте. Лучший частный инвестор на срочном рынке. Я немножечко поменял свой профиль. И решил поучаствовать также в конкурсе «Лучший трейдер» на Smart Lab. На Smart Lab я зарегистрирован, но не очень активно там выступаю в дискуссиях всяких. Возможно, я там немножечко повыше свою активность. Вот. И лучший пользователь TradingView. Вы видите, что я постоянно пользуюсь в последнее время TradingView. Я там зарегистрирован тоже. Вот. Ну, лучший пользователь TradingView. У меня все шансы стать первым там и получить бесплатную там профессиональную подписку на год, по-моему. Вот такая ситуация. По-прежнему вы можете просматривать все мои сделки. Вот. Вот такая ситуация. Давайте посмотрим мое положение. Вот 31-й я здесь. Давайте посмотрим здесь. Здесь я 32-й. Нет, 31-й все-таки. Вот он. Здесь я на 31-м месте. Вот. Ну, достаточно почетное место. 31-й из 14 тысяч там 900 возможных. В принципе, ну, неплохая. И я с самого начала говорил, что моя цель остаться в сотне лучших, пока эта цель выполняется. Да, кто-то вот тут выскакивает. Зизи из открытия брокер 183% сделал или сделала. Вот. Ну, здорово, конечно. Что я могу сказать? Ну, это можно расценить как случайность. Вот ОЛБВ из ВТБ капитал инвестиций. Вот это уже случайностью трудно назвать, потому что я посмотрел профиль этого ОЛБВ и нашел. Смотрите, вот ОЛБВ на первом месте. На пятом месте ОЛБ. И там есть еще где-то снизу еще один или два тоже ОЛБ. Я так понимаю, из ВТБ капитал инвестиций. Я так понимаю, что это один и тот же человек. Он управляет несколькими счетами. Он зарегистрировался в нескольких номинациях с несколькими счетами. Он идет очень уверенно. И он идет как легенда конкурса «Лучший частный инвестор». То есть легенда ЛЧИ. Это очень серьезные заявочки на успех. Вот. Кто тут еще? Ермак. Ну, тоже весьма такой серьезный соперник. «СССОЛО» из БКС тоже самое. Вполне себе надежный, но излез бесшумный. Очень стабильно так же идет в последнее время. «Злой тролль». Вот этот вот очень здорово рискует. Я не советую исследовать его стратегии. «Алор». Ну, из открытия «Брокер» вполне себе достойно держится. «Дестройер». «Разрушитель» тоже вполне достойно держится. «ГАВ-01». Не знаю. «Дриммер» очень спокойно держится. Очень хорошо. Так. «Трейдзон» очень стабильно держится. Я просто постоянно вижу их. «Славян» очень стабильно держится. «Трендовик» очень спокойно держится. «Танзилия» очень спокойно держится. «Ахиллес» тоже спокойно на месте. «Ирбис». Респект и уважуха. И я, Демитков, вот сразу за «Ирбисом». Ну, «Ирбис», мы с ним уже в чатах как-то вот, ну, как-то состыковались. Очень серьезный товарищ. Тоже работает с опционами, тоже все понимает. И, наверное, он разбирается в опционах даже лучше, чем я. Вот. Поэтому, вот, ну и результаты такие же, на самом деле. Опционщики рулят. В общем, я в сотне. И как будут развиваться события, давайте посмотрим. Я по-прежнему не исключаю, не исключаю, что будет резкое движение. Поэтому я внимательно все-таки отслеживаю это дело. Вот, посмотрите сюда. Ну, я, честно говоря, думаю, что вряд ли вырастет выше, чем 115. Вряд ли. До 115 может вырасти. Может быть, чуть-чуть выше вырасти. Но если чуть-чуть выше, то я уже теряю очень-очень здорово. Поэтому буду смотреть, буду корректировать. А вот падение ниже 110 вполне-вполне реально. И поэтому у меня а дельта сейчас минус 4 мы видим, да? Вот, на текущий момент. Во-вторых, у меня стоит пут купленный на 112 500. И вот сюда вот идет повышение. То есть за счет этого, собственно говоря, дельта и есть. Я думаю, что я этот пут сегодня продам, потому что он на центральном страйке. И куплю пут вот здесь, который глубоко в деньгах. И пусть он, так сказать, буду регулировать уже движение в ту или иную сторону за счет путов и колов, которые глубоко в деньгах. То есть я, если индекс РТС, например, упал и пошел движение в обратном направлении, то я покупаю кол, который глубоко в деньгах. То есть я покупаю индекс РТС. А когда он возвращается сюда, я покупаю пут, который глубоко в деньгах. Я продаю индекс РТС. Почему глубоко в деньгах? Ну, чтобы не переплачивать за временную стоимость. Кто проходил курс по опционам, тот поймет, о чем я говорю. То есть ближе к закрытию, мне кажется, почему-то, по ощущениям, что лучше покупать опционы, покупать опционы, которые глубоко в деньгах. И еще один момент. Посмотрите, у меня здесь не кондор. Это двойное рейше можно назвать. Что такое двойное рейше? Посмотрите, здесь у меня продано 37 опционов пут, а куплено 60 и плюс 1. Вы видите, да? То есть красную линию смотрим. Она достаточно плавная. И у меня есть потенциал, куда двигаться. Вот в этом направлении, в правом, у меня тоже двойное рейше. Но здесь немножечко смещено. Уже продано 42 опциона колл, а куплено 50. То есть я еще могу на 8 опционов колл сыграть. Но я думаю, что я буду это делать уже опционами, которые глубоко в деньгах. Вот, ну, я думаю, что те, кто понимает, что такое опционы, те, кто прошел курс по опционам, те, кто занимается опционами, понимают, о чем я говорю, что такое двойное рейше. Ну, а тем, кто не понял, я очень-очень советую разобраться в этом деле. Потому что, ну, вот вы видите, что мой результат, мой результат это ну, 45 процентов. 45 процентов за месяц. И есть огромная вероятность, вы видите, что к этим 45 добавится 10 процентов в ближайший четверг. наблюдайте, думайте. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Оставайтесь на моем канале. Оставайтесь на моем канале.